Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире новости культуры. Поговорим о пище для души и усладе для сердца. На международный кинофестиваль «Человек и природа» имени Валентина Распутина поступило более 120 заявок от режиссеров из 25 стран. В проекте примут участие США, Германия, Бразилия и Аргентина. Половина заявителей – это российские кинодокументалисты. Список участников будет объявлен в июне. Фестиваль пройдет в сентябре. А тем временем в Ангарске в школе искусств номер 3 побывал в гостях новосибирский гитарный дуэт Кузьма Филимонов и Михаил Ракин. Музыканты являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов для ангарских талантов. Эта встреча очень полезна. После концерта гитаристы провели долгожданный мастер-класс. Без малого 50 лет на сцене всегда безупречно и требовательно к своим воспитанникам. Трогательно по отношению к талантам и щедра на похвалу, если достигнут успех. Наталья Киселева, известный музыкант при Ангаре, заслуженный работник культуры России, выдающийся педагог и просто обаятельная женщина, готовится к своему 65-летнему юбилею. Накануне мы встретились с Натальей Геннадьевной. Добрый день, Наталья Геннадьевна. Добрый день. Наталья Геннадьевна, откройте секрет успеха. Всегда на сцене вы безупречно, вы и ваш ансамбль исполняете произведения, какие бы они ни были, это во-первых, а во-вторых, когда вы приезжаете на какой-либо конкурс, с пустыми руками не возвращаетесь. Наша вся жизнь игра и огромный труд. При кажущейся простоте и легкости исполнения на скрипке, вот любое произведение, даже самое маленькое, оно требует абсолютно точной работы. Работы, похоты, как говорим мы. И вот вы знаете, дети у меня самых маленьких пеленочек, они знают, что такое идеально. То есть каждое произведение должно быть сделано идеально. В плане нот, ритма, а потом музыки, фразировки и так далее. И вот вы знаете, я сама иногда себе удивляюсь, мне кажется, что музыка вообще-то она многогранная, и нет предела совершенству. Каждое, даже самое маленькое произведение у музыкантов, у настоящих музыкантов, требует очень тщательной, очень кропотливой, шлифовочной и эмоциональной работы. И эти вещи знают мои ученики. Скрипка – это как раз тот инструмент, игра которого может довести до слез в одну секунду. Вот как вы справляетесь с эмоциями? Ведь невозможно просто бездушно сыграть, вы правильно заметили, вкладывая душу. А если эмоции просто уже переполняет, как вы справляетесь? Вы знаете, мне недавно как-то спросили, вот вы на сцене плачете? Вы знаете, нет, вот я хочу сказать так, когда ты играешь с полной отдачей, ты попадаешь в тонкие миры. И дети мои многие это испытали, это испытывать может только музыкант. Это когда, знаете, даже, я даже не могу объяснить, что это такое, это, ну, как медитация, медитация, как отрывание от вот этой действительности, погружение в себя. Ну, это я долго говорю, а это происходит очень быстро. А плакать мне на сцене абсолютно некогда, потому что я плакать буду, если мои дети будут играть плохо. И плакать я буду дома или за кулисами. Давайте, чтобы они не плакали, чтобы плакали только зрители от трогательных произведений. И пригласим ангарчан на ваш юбилейный концерт. Дорогие мои поклонники, поклонники ансамбля «Скрепачей вдохновения», мои ученики любимые, кто недавно закончил у меня школу и кто давно-давно закончил у меня школу и уже отучил много, может быть, своих детей даже. Мои любимые родители. Родители – это родители моих выпускников, моих учеников. В день своего юбилея, это первый раз я так делаю, в день рождения я провожу концерт, потому что я хочу быть с вами. 15.00, 8.00 мая. Дворец культуры «Нефтехимик». Я вас всех жду. Я буду рада всех-всех увидеть. Приходите, не пожалейте. Авангардский почтили память известного музыканта, автора сотен популярных шлягеров Евгения Якушенко. Концерт-посвящение прошел в ДК «Современник» при полном аншлаге. На сцене исполнили его песни. Возьмем программы стало выступление сына маэстро, тоже музыканта, Артема Якушенко. Этот зал-то мне приятен, потому что здесь отец начинал, я здесь маленький ходил, по подвалам вот этим, в студиях занимался, поэтому для меня это естественно, как родной дом. Я свое привношу, потому что отец все-таки писал на меня песни, а я занимаюсь инструментальной музыкой. Но это все равно музыка, это все равно мы делаем одно и то же дело, тоже каждый по своими, своими красками, своими возможностями, поэтому как я могу, конечно, я продолжаю. Конечно, продолжаю. Он всегда мне говорил, играй, играй, постоянно играю. Вот я играю постоянно. Более двух часов живой музыки про любимый, заснеженный Ангарск, его неповторимые улицы и неравнодушных людей. А сейчас информация для тех, кто хотел бы совершить культурный поход в выходные. 7 мая в субботу всех дачников приглашают на главную площадь Ангарска. Здесь состоится традиционная ярмарка «Академия на грядках». 8 мая в 6 вечера Народный театр «Факел» ждет своих поклонников на поэтический спектакль, посвященный 77-летию Великой Победы. 11 мая в следующую среду в 18.30 в ДК «Нефтехимик» выступает военный квартирник «Бревис» с программой о героях былых времен. И у меня на сегодня все. Где бы вы ни находились – в театре, в магазине и в общественном транспорте – помните, в любой ситуации нужно вести себя культурно. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин